Здравствуйте, Накрасьте, меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня у нас будет необычный выпуск, мы его назвали 5 глупых вопросов брендистов. У нас есть группа в Телеграм, кстати, вы можете на нее подписаться. И там часто начинающие специалисты, либо специалисты, которые не проходили обучение, задают одни и те же вопросы, на которых уже нет просто сил отвечать. И ты по этим вопросам сразу понимаешь, что у данного специалиста просто нет базовых знаний. И я на них вам сегодня отвечу. Самый, наверное, задаваемый вопрос, он приходит чаще всего, когда просто идет сообщение, каким цветом покрасить крови русской девочке. Вы же должны, во-первых, понимать, чего хочет клиент. в первую очередь. То есть, когда к вам приходит клиент, прокрасьте ему карандашом, утвердите с ним цвет, и вам будет уже понятно, чем окрашивать. То есть, нет одной формулы для всех. Особенно, когда даже не присылают фотографии. Руссы цвету каждого свой, каждого разный. Плюс зависит толщина кожи, толщина волосина. То есть, невозможно. Я не баба Ванга. Я не могу сказать по фотографии, какой цвет конкретному человеку будет нужен. Поэтому, перед тем, как писать такой вопрос, вы должны просто знать колористику и, конечно же, знать пожелания клиента. И у вас не будет возникать данный вопрос. Вопрос номер два. А можно ли мешать элан с другими окиснителями, с другими красителями, либо с хной? Сразу вам отвечаю. Нет, нельзя. Некоторым почему-то специалистам кажется, что они такие, как повара. И они кинули того щепотку, того щепотку. И у них должно получиться невероятное окрашивание. Но вы же не знаете плаш красителя. Вы не знаете основных компонентов. Часто краски между собой совершенно не дружат. Поэтому, если вы красите элан, то вы берете родной окислитель. С другим окислителем он работать не будет. Потому что там разная концентрация определенных компонентов. И, соответственно, вы не получите нужного результата. Вопрос номер три. А правда ли, что чем дольше держать краску, тем дольше она будет, соответственно, наноситься на кожу? Отвечаю, что нет. Вноскость на коже отвечает, самое главное, это толщина эпидермиса. Чем толще у вас кожа, тем дольше у вас будут носиться красители. Если у вас эпидермис тонкий, это можно понять по его цвету. То есть, если он, например, с разаминкой, вы видите катиналис сосуды, значит, вы видите уже дерму. То есть, эпидермис, соответственно, очень тонкий. И что бы вы там ни делали, молитву не читали, в бубен не били, у вас все равно стойкость будет минимальная. А, например, когда вы вымазали руки в краску, то у вас здесь толщина эпидермиса плотная. И краска будет носиться хоть две недели, несмотря на то, что вы постоянно моете руки. Вопрос номер четыре. А вот хну водой я не смываю. Я жду, когда она высохнет, и потом ее счесываю щеточкой. А можно ли так с краской? Я вам сразу отвечу, что и с хной так нельзя, и с краской не горят. Вот представьте, вы пришли в салон красоты, вам нанесли краску на волосы, и потом говорят, а теперь мы ждем, когда они высохнут, мы просто вас расчешем и отпустим домой. И краску с волос смывать не будет. Любой краситель нужно обязательно смывать с водой. А если этот краситель еще и очень агрессивный, то вода плюс какой-нибудь, например, шампунь, либо детокс. Вопрос номер пять. У девочки были черные брови. Я взяла светлый краситель, например, медиум браун, мой третий цвет. Покрасила, а брови остались такие же черные. Почему я взяла светлую краску, а брови остались черные? Отвечаю, что краска для брови красит только в тон, в тон, либо темнее. Краска для брови не осветляет волоски. Осветляет волоски отдельная группа осветляющих красителей. И, кстати, есть отдельное видео про то, как затонировать светлые волоски и что такое осветление. Можете посмотреть также на моем канале. Видео было записано с любовью. Вы это не забывайте. Я вас каждого люблю. Но желаю вам развиваться, обучаться, проходить базу. И тогда у вас не будут возникать такие вопросы. Надеюсь, видео было полезно. Всем пока.